Моя работа заключается в том, что я прихожу на работу, завариваю себе кофе и смотрю 200 миллионов роликов. Кто знает режиссера Соловьева? В принципе, на протяжении учебы в ГИКе у него в качестве работ, которую он мог показать, был один фильм. Одна короткометражная. Через год он встретил своего руководителя курса и он пошел снимать фильм с Тихоновым. Чувак, у которого короткий метр один, ГИК, год еще не делал, с Тихоновым фильм пошел снимать. Если бы с Брэдом Питтом мне еще дали что-то снимать. Бред какой-то. Подумал я тогда. На основе этого ролика мы начали работу с Океана Мелиза. Через знакомого они попросили просто подснять какую-то репетицию. Мы показали им ролик. Они сказали, давайте попробуем снять концерт. Мы сняли концерт, а потом сняли клип. Если ничего не делать, ничего не получится. Новая американская волна в 60-х годах. Студии большие, все оно как бы не получалось, начинало рассыпаться. Потом пришли друзья Скорсезе, Коппола, Лукас и Спилберг, которые сказали, будем снимать все по-другому. Все эти режиссеры того времени говорили о том, что все это стало возможным благодаря тому, что камеры стали дешевле и оборудование стало дешевле. Теперь представьте, насколько в 60-х годах камера стала дешевле. То есть там миллиона три, наверное. И что происходит у нас сейчас? Вот человек снимает на Canon вплоть до iPhone. Главное, чтобы что? Чтобы была история. Кто знает, кто такой Винсилла Фаретов? Он рассказывает, если вы хотите попробовать рассказать какую-то историю, каким образом вам нужно двигать камеру. Вот это главная эмоция, которая, мне кажется, должна быть связана с вашим обучением. Почему в этом ролике это сделано вот так? Почему там такой быстрый диалог или медленный диалог? Почему он здесь кричит, а здесь молчит? Почему здесь длинная пауза? Почему он смотрит в камеру или смотрит не в камеру? Я, кстати, испорчу теперь все просмотры, все фильмы. Вы будете смотреть не фильмы, а думать, почему они так сделали. И это отвратительно. Западло ли красть? Западло ли повторять какие-то приемы, которые вы видите, которые вам нравятся? Мне кажется, что нет. При одном условии. Если вы что-то к этой истории добавляете. Мне когда-то нравился клип Джастина Тимберлэга «Крайные рима». Почему мне нравился этот клип? Потому что он прыгал там круто, помните? И бессмысленная абсолютно тема, зачем он там прыгает, непонятно, но красиво. А если бессмысленно и красиво, то иначе можно взять бессмысленно и красиво, придумать смысл и использовать у себя. Если вы подумаете о том, что вам нравилось, что на вас произвело впечатление в детстве или недавно, фильм, книга, все что угодно. Вам будет круто потом это доделывать до конца, потому что вы будете любить то, что вы делаете. Но самое крутое, когда вы начинаете снимать, это истории. Недавно в Фейсбуке мой друг писал, а посоветуйте фильм, где чуть меньше драмы будет. Не бывает. Истории не бывает без драмы. Если я вам расскажу, как я сегодня пришел сюда, в Каму, вам скучно будет, потому что со мной ничего не произошло. А если меня машина бы забила по дороге, но я все равно бы дошел, это была бы крутая история, я бы с нее начал, наверное. Колобок, помните? То есть это же он через драму прошел, нападали его постоянно, он убивался от них. Погиб вообще чувак в детской сказке, представляете? И это и... вот голобок это и есть storytelling, друзья. Ну то есть это не какое-то пафосное модное слово. Подумайте о истории, которую вы рассказываете, почему она такая и что вы хотите рассказать. Потому что каждый кадр и каждая сцена, она будет потом диктоваться этой историей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok